Ха-ха-ха-ха Блядь, это жестоко даже для меня! Ха-ха-ха! Итак, всем привет! Давненько на канале не входили видео нарезки по моей реакции на новые анимехи и сегодня, если вы видите это видос, значит он наконец-то вышел потому что предыдущие два не вышли я вот там в дискорде уже писал Если вы до сих пор не в Дискорде и не в Телеграме, ссылочка в описании к этому видео Так что не забудьте подписаться Я там говорил о том, что один из видосов у меня так и не прошел по авторским правам Я так и не переборол это, хоть и в 100-500 переделывал монтаж видео А второй мне просто самому не понравился результат Если вы видите это видос, значит третья попытка наконец-то удалась Спасибо всем, кто смотрит Сегодня у нас аниме Хэтрышачок Она называется Время пыток, принцесса Но сразу предупрежу, здесь никакого не должно быть контента 18+, я почитал чуть-чуть описание, мне понравилось Поэтому не переживайте, если смотрите это фактически, наверное, с детьми Хотя нет, с детьми, наверное, все равно не надо, потому что вдруг я буду нецензурно выражаться Ну черт, ты его знает Но в любом случае, видео контента здесь я никакого не допущу, нецензурного И по идее, судя по описанию, такого быть не должно Это, короче, трешачок, первая серия только вышла, вот это одна из новиночек 24-го года Так что присоединяйтесь к просмотру Ну все, давайте, не забывайте поставить палец вверх в поддержку канала Погнали Нихрена себе начинается, блядь, с какого монстра А почему этот циклоп такой накачанный? Почему у него три пальца, как у черепашки-ниндзя? Не, просто циклопов обычно показывают по-другому Это самый необычный циклоп, честно признаться Да, какие же шансы у этих людей против этого циклопа? Не, ну может они сейчас волшебной силой какой-то будут обладать, да? Это что там за принцесса? Сейчас посмотрим А как бы вы были к нему? А как вы бы могли быть готовы к сражению с таким? Он говорит, мы его выслеживали, короче А мы не готовы к его сражению с ним А как вы вообще были бы к ним готовы к сражению? Мы все равно, что тараканы, которые по кухне бегают А, ну да, с таким-то мечом и такой силой Это уже да, это само собой А что эти-то могли против него сделать? Как обычно, у нас только главный герой владеет супер-мега ультрамагией Корона какая-то маленькая Обычно, знаешь, принцессы у них там, ну, корон такие нормальные Ой, ты такая Писюлька, знаешь, пробка от шампанского Ну, судя по всему, да выделывалось Поймали короси в кандалах Блядь, коронку эту оставили, да? То есть как бы это Огрызок от морковки Даже меч не отобрали Он, видимо, не помог Наделенный разумом священный меч Экс Я очень надеюсь, что это не часто будет говорить Я что-то в последнее время не очень люблю анимехи Где неодушевленные предметы начинают разговаривать Да, там о моем перевоплощении в меч Как переродился игральным автоматом И т.д. и т.п. Короче, все, это пошла какая-то мода Здесь вроде не попаданец Не должны быть попаданцы, да? То есть как бы И очень надеюсь, что здесь он редко будет появляться Какая дама Она мне уже нравится Она мне уже нравится куда больше, чем эта принцесса Принесли гроб для вас Старший истязатель армии демонов Точер Тортура Они взяли ее в плен И хотят у нее выведать государственные тайны Принцессу взяли, соответственно И сказали, что все Перейдем тогда с этого дня к полноценным пыткам Наконец-то Наконец-то Это то, чего мы так долго ждали О, подожди Это железное дело? Это железное дело Ну, это не пыт... Ну, как бы к пыткам это вообще слабо будет относиться Там сразу смерть будет Если это та железная дева, которой я думаю Пытки военнопленных запрещены законом Каким законом? Вы против демонов сражаетесь У них что, закона там какие-то есть? Это какая-то еда Там какой-то хлебушек Или пироженка Хрен их поймешь, короче Тост Я так и думал Это какой-то хлебушек Господи, заткните этот меч Я ненавижу говорящие вещи Вы даже Никакую анимацию рта Глаз Лица Ничего не можете анимировать То есть, как бы Просто трясущаяся хуйня какая-то Короче Не надо Давайте его выкидывайте куда-нибудь Вообще, вы свою принцессу Когда кормили последний раз, да? Или принцесса у вас там чисто на дожках Судя по всему сидит Когда увидела тост Если люди потекли Ха-ха-ха-ха О, все На запах пошло Короче Сейчас 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 Принцесса Треснет Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Челесть треснет Люни потекут ладно это ржачно без комментариев это просто ржачно соус который остался после говяжьего жаркого типа знаешь вот самой самой мякоть которую вымазывается вот это потом хлебушком это вот это сейчас будет это жестоко даже для меня она вместе с этой гантелей побежала в колодках недолго короче пытать пришлось весь такой я и я чуть вообще ничего не понимаю я пошел я думаю в этот момент меч жалеет что у него нет рта что-то кажется мы понимаем до какого уровня тут будут пытки пытки будут самые жестокие да то есть как бы это это все равно что дальше я не знаю перед мужиком знаешь вот пожарить шашлычка до такой хрустящий хрустящий шашлычок на шампурике да то есть как бы с лучком помидорчиками и грибочками и кружечкой пивка вот так вот поводить вот это все короче но не дать прям рядом короче это все да ты да ты да ты выложишь все свои грехи трехлетнего возраста короче с трех лет короче лишь бы только прикоснуться к этому блаженству напишите пожалуйста в чат кто со мной согласен в комментариях пожалуйста тоже напишите да то есть точнее только в комментариях типа не 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 вчера наброс голодная была вчера только была голодная поэтому поддалась да то есть как бы рассказал цену информацию сегодня хрен вам она хлеба наелась вашего короче больше вы на эту херню и и не не разведете да на хлеб не разведете можно просто в окно нахуй выкинуть я все на не мешай короче пыткам хорошим вот это звуки я я сейчас правда и вот сидите на это было похоже на какие-то прям пытки не а ну почему говорят же есть тоже такое удовольствие да то есть как бы не буду произносить этого слова ну вы меня поняли давай во рассказываем уже короче все дальше не отмажешься слушай смотри король демонов прямо это владыка демонов внушает внушают нормально так отрисовали его и каждый раз приходит такая время пытки принцессы короче то уже наверно давайте давайте порадуете игры до конна зиган никому монту эти коннотика не китаны специально выбрала полночь короче это чушь такое то может быть честно я да я даже не понимаю то есть как бы что-то вискарь чтобы наутро башка болела короче паленую вискарь а почему надо себе равен напишите пожалуйста комментарии я не знаю расскажу что они здесь или нет напишите раз комментариях почему есть рамен на ночь это самое дичайшее удовольствие ну как бы я ел рамен да то есть как бы который сам готовил и где-то там еще покупали почему именно на ночь ланами какая-нибудь фишка японцев жду-ка жду к ваших комментариев слушай до меня только сейчас на это дошло это наверное как у нас когда да вот у тебя осталось или вешечка вот ты приготовила левешку и лег спать и ты хрен же уснешь пока вот у тебя в голове что там в холодильнике оливьешка осталось вот наверное чё-то из этой серии но к плюс комменты кто тоже ночью доедал оливьеху особенно на праздниках на этих я посмотрите там жирный бульон короче его на ночь такое вредного растяните желудок и вообще то есть вредная пища на такой знаешь как сказать я знаю что это тяжело я знаю что это глупо и вредно сейчас ему скажет короче только иди-ка ты нахер короче ха 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 этого экзу держитесь ваше наверное мне нравится эмоциональный диапазон как говорят и принцесса да то есть как бы выдавать настолько сто пятьсот хочу и вкусно это да это японцы могут а 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 к а т но в развор Обратили внимание, что, короче, нам вообще не говорят, какую информацию предоставила принцесса. Один раз только во второй пытке сказали, что она сказала, типа, где-то находится, вот где-то, она, ну, типа, сказала им местоположение, находится в великое могущественное оружие. Но, как бы, этого каждый раз недостаточно. Все остальные информации нам даже не говорят. Она нам нахер не надо, короче. А вот, нам надо смотреть за принцессой и пытками над ней. В следующий раз принцессу будут уже двое пытать. Вот такая вот была аниме. Время пыток принцессы. Слушай, я давно так не ржал. Честно признаюсь, я вообще не очень люблю аниме про еду. Они, потому что зачастую довольно однобокие, да, то есть не так давно смотрели всей семьей аниме. Называлось «Странствии в другом мире», что-то там с едой, короче, там был. Парень, который, у него была способность этот вызывать интернет-магазин. Вот. И он там этого волка Фенрира постоянно чем-то кормил. По-первых, было прикольно. На самом деле, эмоциональный диапазон там был... Блин, что у меня слюни текут? Вот какого хрена я теперь жрать хочу? Ну, короче. Вот. А здесь очень понравилась даже не столь подача еды, а именно конкретный эмоциональный диапазон принцесс. Это было очень прикольно. Честно, вот такая дичь, она очень простая, она очень легкая на восприятие. По-моему, такие анимехи очень хорошо смотреть за ужином. Когда ты сам что-нибудь вкусное ешь, вот что-нибудь, вот тогда оно только будет приятней. Потому что голодный желудок, это смотреть нельзя. Потому что ты сам захочешь жрать. Вот я сейчас, у меня текут слюни, я сейчас пойду к холодосу, потому что у меня там еще остался какой-то солотос. Солотос, я пойду и заточу его. Возможно... А, вторую серию пока еще не вышло. Хотел сказать, что на вторую серию посмотрю. Ладно, все. Давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилась. Вот такая вот была дичь дичайшая. Называлось «Время пыток принцессы». Не забывайте поставить палец вверх. Надеюсь, поржали вместе со мной. Если хотите полную серию посмотреть, посмотрите. Оно того стоит. Может, прям всей семьей смотреть. По крайней мере, покажет свободу. Что-то там будет в следующих сериях, да, там новые пытатели, короче, пришли. Пытатели, истязатели. Это я не знаю. А, все понятно. Зачем они это-то бонусом дали, короче, ту сцену. Только теперь нам показали ее мысли этой принцессы. Что во время битвы, во-первых, у нее болел живот, потому что она только одну воду пьет, короче. Видимо, мечтает нормально пожрать. А меч она поднимала, просто пыталась желудок растянуть, чтобы он не так болел. Так она, ко всему прочему, еще, я так понимаю, это был нам небольшой спойлер. Потому что она сказала, что очень любит видеоигры, будет какие-то побочки выполнять, какого-то персонажа спасать, что-то делать. Я так понимаю, что это небольшой спойлер уже к следующей серии. То есть там ее будут пытать уже не едой, а, наверное, видеоиграми. Слушай, я, наверное, с удовольствием посмотрю следующую серию. Не знаю, будут делать ли на нее реакцию или нет, но оно, по-моему, того стоит. Все, теперь точно давайте всем спасибо, всем пока.